Добрый день, меня зовут Максим, вы на канале The Quays. Продолжаю историю про свои посевные. В прошлом ролике я вам рассказал, как буду все перекапывать. Сейчас я вам покажу уже готовый результат. У меня получились вот такие вот четыре грядочки. Сделаны классическим образом. Я уже вчера засеял сюда проросшие семена. Здесь у меня будет расти базилик, редисочка, укропчик у меня здесь. Здесь будет петрушечка, здесь у меня посажен салатик, лучок, морковочка. Как только появится первая схода, я вам покажу, что у меня появилось. А вот эти вот две грядочки я зарезервировал для семян, которые сейчас у меня должны прорасти, будет рассада. У меня здесь будет сладкий перец, у меня здесь будут помидорчики грунтовые. У меня здесь будет три вида капустки. Вот это вот сейчас ждет своего часа, когда у меня прорастет рассада. Ну и немножко про рассаду сейчас расскажу. Сегодня утром заехал в Минарс, купил себе за 2,5 доллара пакетик земли. Вот такой вот уже готовый. Здесь приблизительно он размером 4,4 литра. Немного на самом деле землячки, но тем не менее. Землячка отличается от нашего чернозема. Это специальная такая посадочная земля с микроэлементами, с добавками. Я использовал вот такие вот коробочки из-под салфеток. Очень удобно сюда землячку засыпать. Уже вам покажу. Берем, засыпаем. Трамбовать ничего не надо, она уже вся сделана. Дальше выравниваете по уровню. Мне просто нужно было весь пакет разделить на равные части. Вот здесь я его готовил для посадки. Теперь смотрим на мои семена. У меня перчик, он еще у меня не проклюнулся, поэтому я его беру сейчас дальше проращиваться. Вот, беру его дальше. А вот капустка у меня уже пошла. Капустка у меня уже проросла. Дальше я буду делать следующую операцию. Немножко покажется, может быть, глупо, но я привык делать все аккуратно. Беру так пинцетиком семечко и вот сюда его засовываю. Берем следующее семечко и рядышком его засовываю. Вот, еще одно семечко берем. Вот, и вот таким кропотливым образом я постараюсь, чтобы не повредить всю свою вот эти вот семечки, которые у меня проросли, капусты, и вот сюда пересажу. Потом, когда все это у меня зайдет, если это будет слишком плотно, я пересажу в другую коробочку. У меня есть еще одна запасная коробка. Вот, чтобы у меня все это уже дошло до уровня рассады. Вот, работа немножко такая хлопотливая, это нужно все это аккуратненько пинцетиком пересаживать. Кто-то, кто профессионально занимается огородничеством, скажет, что это глупость. Но у каждого свои методы, кому что нравится, как заморачиваться. Вот, ну и дальше, если вас интересует ход моих посевных, пишите комментарии. Мне приятно будет услышать и ваши пожелания, ваши советы. Потому что вот такого рода огородничество для меня к хобби. Я не профессионал. Может быть, кто-то, кто этим занимается профессионально, что-то мне подскажет, но более правильно. Вот, как что выращивать. Опять же, какие культуры и как чего требует определенного ухода. Вот, оставайтесь на моем канале, следите за развитием сюжета. Подписывайтесь на мой канал, если он вам интересен. Рекомендуйте друзьям и выкладывайте в социальные сети. Удачи! Продолжение следует...